Опытные аналитики и эксперты зернового рынка заглянули к губернатору рано утром. На беседу о нюансах в аграрном секторе российской экономики отвели всего час. Гостей уже ждали в Белокурихе. Представители крупнейших зерноперерабатывающих предприятий России в очередной раз высказали свое положительное отношение к КПК региона. Это взгляд со стороны, что есть российский союз мукомолов, федеральный такой, и только лишь на Алтае есть региональный союз мукомолов. И вот ваш алтайский, он, так сказать, выступает вполне на уровне. Губернатор отметил аграрный потенциал региона. Например, наличие 3 миллионов 300 тысяч тонн зерна в краевых закромах, а также выход на исторический максимум объема производства муки. И это несмотря на три последних сложных для сельского хозяйства года с засухой наводнением. Зашла речь и о продовольственной безопасности и об импортозамещении. Сельхозпродукция края тут оказалась на высоте. Мы сегодня говорим о том, что зерной переработки прекрасные уже продукты детские. Вполне конкурентоспособные по своим качественным характеристикам к детскому питанию, которое производится в европейских странах. Не обошлось и без неожиданных вопросов. Например, не ожидается ли в этом году очередной небольшой засухи в европейской части России. В этом году, наверное, этого не будет, потому что, во-первых, не бывала удачная зима по погодным условиям. Все-таки для юга, для центральной части России в этом году. И количества влаги достаточно. Впрочем, гостям тут же дали понять, что это шутка. На самом деле, когда у соседа проблемы с коровой, мы не радуемся. В разговоре был затронутый рост цен на зерно в этом году. Его попытались спрогнозировать тут же, причем далеко не всегда сходясь во мнениях между собой. Обсудить эту тему, а также рентабельность производства и конъюнктуру рынка зерна предстоит на сибирском зерновом Давосе в Белокурихе. Ожидается, что в этом году там вырастет число дискуссионных площадок. Михаил Ширин, Александр Морозов. Наши новости. Продолжение следует...